Самара – прошлое, настоящее и будущее в самых разных техниках графики, живописи и декоративно-прикладного искусства. Батик и витраж, гуашь и темпера. Здесь 3D-костел, хоккей в акварели и просто многообразие цветов, вышитое шерстяными нитями. На выставке архитектуры роста представили изображения и макеты самарского культурного наследия для современных и будущих поколений. Какие-то проекты придумывают сами дети, сами предлагают идеи, какие-то из работ, которые здесь есть, это является программным материалом, то, что проходится в школе и те работы, которые они готовят, например, как дипломные работы по выпуску из школы. Они изучают архитектуру и дизайн со второго класса, мыслят пространственными формами, знают все о композиции, цветоведении, станковой живописи, 3D-графике. В 124-й школе учиться нелегко, но интересно, говорят и ученики, и выпускники. Научила многому. В основном этими знаниями ты пользуешься по сей день. Я практикующий дизайнер, архитектор. Нам даже немножко стало страшно, когда мы посмотрели эту выставку, что растет такая смена, так сказать, что уровень намного стал выше, чем был изначально. 124-й школы – уникальное образовательное учреждение на уровне не только города, но и страны. Выпускники приходят в строительные вузы, подготовленные на более высоком уровне. Это развивает, во-первых, общее восприятие мира. Ты учишься смотреть на вещи, на какие-то предметы именно взглядом с разных сторон. Ты можешь для себя какие-то новые аспекты других вещей устраивать для себя и использовать потом в своей работе будущее. На открытии выставки школьники подготовили музыкальные номера, а также целый парад самарской архитектуры. Выставка архитектуры роста будет работать до 18 декабря. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Мешканцов. Субтитры создавал DimaTorzok